Друзья, всем привет! Меня зовут Света и сегодня я хочу сделать для вас вот такой вот макияж. По сути он привычный для меня, можно сказать ежедневный, но сделала я его совершенно другими продуктами, потому что я сейчас перешла на более стойкие продукты, которые летом очень хорошо себя ведут на коже, но при этом это очень легкие средства, которые совершенно не утяжеляют кожу, так что я думаю, что это видео будет также полезно девчонкам, у кого либо жирная кожа, либо склонная к жирности, либо как у меня комбинированная. Так что если вам интересно, то конечно же оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра! Каждый свой макияж я стараюсь начинать с увлажняющего бальзама для губ. Я сейчас активно использую базу под макияж, это легкая, невесомая, прозрачная текстура. Самый большой плюс этой базы не в том, что она продлевает макияж, а в том, что она отлично выравнивает тон лица и все последующие слои, то есть тональная основа, пудра держится и выглядит гораздо лучше на лице, чем без этой базы. Тональная основа у меня тоже минеральная и это тональная основа с матовым эффектом. И действительно, эта тональная основа позволяет в течение всего дня оставаться кожей абсолютно матовой, без какого-то неприятного жирного блеска, что конечно же летом очень актуально. Наношу я эту базу тонким слоем, круговыми движениями и получается абсолютно невесомое, невидимое покрытие. И этой же кистью я наношу финишную пудру, я не знаю, можно так делать или нет, но с помощью этой кисти пудра показывает себя на все 100%. Кожа в итоге выглядит, будто бы она зашлифована и скрыты все поры, какие-то покраснения вокруг носа и создается эффект вот реально блюр, как в фотошопе. Бронзер у меня сейчас тоже минеральный, он очень долго держится на лице, что летом конечно же огромный плюс. И мне не нравится делать прям вот скульптурирование, мне просто нравится придавать лицу какой-то эффект загара. Но все равно я не упускаю случая и остатками бронзера на кисти немножечко затемняю нос. Румяна мне летом нравится использовать какие-то более сияющие и я использую заива. И мой небольшой совет относительно этих румян, так как они очень пигментированные, то лучше наносить их в несколько этапов, так вы точно не поставите пятно и сможете проконтролировать яркость и оттенок на ваших щечках. Для бровей я сейчас использую специальную минеральную пудру и вы просто не представляете, меня этот продукт покорил. Во-первых, я считаю, что этот оттенок подойдет всем брюнеткам, а во-вторых, с помощью этой пудры вы можете сделать просто любые брови, начиная от абсолютно естественных, едва прорисованных, заканчивая черными графичными бровями. Также в зависимости от кисти эта пудра ведет себя абсолютно по-разному, вот с помощью например этой кисточки можно получить такие трендовые пушистые брови, на мой взгляд это золотая середина. В качестве финального штриха в оформлении бровей я использую закрепляющий гель, на данный момент это Диваж и я бы, наверное, его всем посоветовала, потому что он отлично работает, немного окрашивает бровки, хорошо их фиксирует и при этом достаточно бюджетный. Тени у меня достаточно старенькие, рассыпчатые, минеральные и летом они показывают себя максимально хорошо, не скатываются, никуда не деваются и весь день практически сидят на глазах как прибитые. Ну и в оттенках я себе не изменяю, больше всего мне нравятся золотистые тени или какие-то персиковые, чтобы в них было сияние, потому что это придает дополнительной выразительности глазам. Иллюминайзер у меня Mary Lou из большой палетки The Balm. И вот несмотря на то, что этот хайлайтер очень-очень ядерный, его огромный плюс в том, что его можно растушевать практически в ноль. Ну и в качестве стойкой туши на лето я, конечно же, выбираю Divash Tube Your Lash, потому что это стойкая тушь, вы можете с ней плавать, попадать под дождь, она не течет. Но дома ее очень легко смыть, просто с помощью теплой воды, без всяких дополнительных средств. Я думаю, вы видите, насколько длинными, к тому же, она делает реснички. Ну и финальный штрих, это полуматовая помада от Piesse. В ней все идеально, начиная от ее приятного нюдового оттенка, заканчивая тем, как она носится и насколько даже ее просто приятно наносить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok